Исследовательская амальгама Когда мы начинаем исследовательскую амальгаму, это такая штука, которая охватывает всю память. То есть это последовательное движение от родовой концепции в архетипологический блок, от архетипологического в прототипологический блок. Понятно, да? То есть по сути это вот обратное движение в прототип. То есть исследовательская амальгама это вся память человека, мы идем из сознания к прототипу. Просто это такой длинный долгий путь, да? И как вы видели в книге, мина замедленного действия его можно сделать легким. Таким увлекательным, легким, спокойным, без надрыва. Понимаете, да? Но вся эта безнадрывность, она связана только с одним, с умением с этим обращаться. Потому что если вы с этим не умеете обращаться, вы уже на стадии родовой концепции застрянете. Почему? Дело в том, что Попов говорил, что очень сложно работать с исследовательской амальгамой на первом этапе, потому что вообще ничего не понятно. То есть вы не можете делать умозаключение. И вот самые большие ошибки, которые люди допускают в исследовательской амальгаме, когда они ее начинают делать. Вот мы говорим, мы ничего не знаем про Лукову, да? И это вот тупик сознания. Мы начинаем двигаться в родовую концепцию, да? И что мы должны сделать? Мы должны понять, что в родовой концепции. А как там понять, что в родовой концепции? Вот здесь нужно, как вы говорите, образование. И почему я заговорил об исследовательской амальгаме, а не обучающей? Потому что она предшествует обучающим. Потому что если у вас нету исследовательской, вы не сможете построить обучающих. А чему вы их учить будете? То есть сначала же надо получить субстанцию. Чему учить? Для того, чтобы впоследствии человека этому что? А учить. Давайте по-другому. Смотрите. Для того, чтобы человека научить системе Касадомата, нужно сначала иметь систему Касадомата. То, где Матроскин говорил, чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное. Так вот, люди грешат амальгамой, не имея исследовательской. И они начинают человека учить или себя обучать. Разница их какой. Не имея представлений о том предмете, о котором идет как бы. И вот когда мы говорим, что мы захватываем всю память, это исследовательская амальгама. А теперь следующий вопрос. А что такое тогда амальгама обучающая? Амальгама обучающая это отражение прототипологического блока памяти в архиде. То есть, как мы узнаем, что мы кого-то или я сам себя научили? Как вы себе это представляете? Вот представьте себе, написал я амальгаму и теперь я все знаю, все умею. Как мне теперь выяснить, научился я или нет? Ну, проверить, да? То есть, научился я поставить задачу, поставить, я с ней справа. А это уже конфликт. А конфликт это отражение. И поэтому, когда мы делаем обучающую амальгаму, речь идет об отражении как раз прототипологического блока в архиде. Обратите внимание, что вся проблема, в которой мы с вами будем находиться, это проблема того, что именно родовая концепция расстраивает психику. Смотрите, вся память концентрируется в момент выброса вот этого персонажной модели в родовой концепции. И если с ней что-нибудь не так, с родовой концепцией, то там произойдет что? Прерыватель, предгипнотическое состояние и то, что я вчера объяснял подробненько. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова